здравствуйте друзья рад представить вам очередную серию видео подборок русских видеороликов где мы будем читать комментарии иностранцев тем самым мы узнаем что же они думают о россиян и первое видео у нас из категории голос дети поет девочка под именем дениза песню вера а 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 Ну, по авторским правам я не могу вам полностью показать этот клип, так что смотрите его по ссылочке под видео. А мы переходим к комментариям. И первый комментарий. Все об этой девушке, все об этом моменте, магия. Она должна выпустить сингл этой песни и когда она станет старше, она разорвет крыши здания этим голосом. Даже не зная русского языка, я могу сказать, что она также исключительно умна и зрела для своего возраста. И я желаю ей той жизни, которая подходит для ее таланта, также всех качеств индивидуальности. Удачи, Дениза. Далее. Ооо, Дениза. Удивительный голос. Я понятия не имею, что ты там поешь, но я вижу, что это ты делаешь очень мило. Мне очень понравилось твое выступление. Ты настоящая красавица. Я прослушиваю это снова и снова и наслаждаюсь каждый раз, когда слышу, как ты поешь эту песню. Молодец, милашка. Далее. Ооо, эта молодая леди хороша, очень хороша. Далее. Мне это нравится. У девочки отличный голос, отличное присутствие на сцене, но она все-таки еще остается смиренной на сцене. Далее. Я пересматривал это тысячи раз и я бы хотел бы узнать, и кто бы мне перевел это на английский, что говорят тут судьи. И тут мы видим, что какой-то Павел переводит ему и объясняет, что он тут говорит. Далее. Я не понимаю русского, но этот голос просто такой вау. Далее. Очень понравилось. И он так разволновался исполнением своей песни и присоединился к ней. Должно быть, мечта сбылась. Далее. Большой талант. Какой голос и исполнение. Далее. Уважение к маленькой леди. Германия приветствует тебя. Далее. Какой красивый голос и симпатичное личико, а колонки даже не справляются с ее голосом. Далее. Я ничего не понимаю из этой песни, кроме ее голоса. Далее. Замечательно. Как певица и как музыка. Бразилия. Далее. Музыка не нуждается в переводе, если она соединяет и подключается к вашей душе. Я был бы проклят, если я не прав. Следующий ролик под названием «Нетфордспидс. Русская версия». Далее. Ну что сказать. Была у меня когда-то тоже такая игрушка. Классная игра была. Переходим к комментариям. Первый комментарий. Издание СССР. Далее. Гораздо интереснее, чем играть в видеоигру. Пропускаем русский комментарий. Далее. Эта игра кажется довольно-таки унылой, но я бы хотел ее поиграть. Далее. Мне понравилось, как он волновался. Далее. Эта старая советская игрушка из 70-х. У меня была такая же в детстве. Далее. Это не «Нетфордспид». Это «Бурноут». У меня была такая лет 30 назад. Очень скучаю. Далее. Фейк. Он использовал магниты. Далее. У меня была похожая игрушка, но без мотора. Бабушка мне подарила в начале 60-х годах. Там дорога была более интересной. С туннелями и мостами. Далее. Черт возьми, у меня была такая игрушка, когда я был ребенком. Пропускаем русский комментарий. Далее. Ты становишься лучшим пилотом. Ну или водителем. Далее. Это хороший метод обучения детей вождение под водкой. Далее. У меня была такая игра более 25 лет назад. Теперь я помню тот мой самый первый тюнинг автомобиля. Это было 4 дополнительных батареи. И у вас был босс уровень. Далее. В детстве мой дедушка купил мне такую же игру. Мне было очень весело играть с ним. У меня также была игра, которая была с пушек, загружаемых небольшими металлическими шариками, чтобы стрелять по коробкам оппонентам. В этой игре была продвинутая система прицеливания с зеркалом внутри пушки. Это было так круто. Следующий ролик называется «Уровень ремонта дорог в России». О, заебись, блядь. Поснимай хоть в интернет выложим, какой вы здесь хуйней занимаетесь, блядь. Да я так и понял, ёпта. Я это на немецких сайтах выложу, чтобы они охуели, ёпта. Как в России дороги, блядь, делала, ёпта. Пусть перенимают опыт, нахуй. Охуеть, блядь. Такого я, блядь, не видел их в жизни никогда. Ну это, конечно, жесть. Это перебор. И первый комментарий. Так же, как и в Румынии. Очень качественная гарантия 1-2 недели. Далее. Никогда не видели ничего подобного? Тогда заткнитесь и смотрите. Ха-ха-ха. Абсолютно бесценные россияне. И почему я люблю русских? Смешно. Далее. Я думаю, это новейшая технология ремонта дорог. Далее. В моей стране мы делаем дорогу с нуля. А это так смешно. Далее комментирует немец. Теперь я понимаю, почему наши танки не доехали до Москвы 100 километров. Русские слишком грубы. Если они могут ездить на таких дорогах. Они просто непобедимы. Далее. Это действительно пиздец. Ваши комментарии выглядят как ведро со словами Копперли на Ютубе. Далее. А что не так? Что они неправильно делают? Ха-ха. Ну это вообще... Наверное, у чувака в стране это считается нормальным. Ну а дальше пошло такое... Матерные переписки между вот этими двумя пользователями. Следующее видео под названием «Пляжный патруль в России». Переходим к комментариям. Первый комментарий «Это российский президент приехал на пляж». Далее. В этот день маленький замок Владимира был разрушен под 16-тонной гвоздикой. Далее. Нам нужно также на мексиканской границе. Далее. Только в России может целая армия пройти мимо тебя, а тебе пофигу. Далее. Голос за кадром. Сфотографируйте меня на фоне танка. Далее. Не хочу показаться дурным, но разве в России не холодно? Ха-ха. Чувак вообще не знает, что в России есть южная территория. Далее. Ха-ха, я был на этом пляже. Далее. Вот адекватный комментарий. Ничего особенного. Они просто избегают дорог, чтобы сэкономить на затраты ремонта дорог. Эти машины весят гораздо больше, чем обычные автомобили, даже грузовики. Поэтому они повреждают асфальт дороги. И военам всегда дешевле используют вот такие вот дороги. Следующее видео под названием «ВТФ на дороге». И первые комментарии. Это водка. Далее. Россия великая страна, сильная и независимая. Не сравнивайте. Далее. Не всякая восточноевропейская страна такая же, как и Россия. Далее. Достаточно, чтобы заставить медведя играть на балалайке. Далее. Это новая лада, нулевая миссия. Ха-ха. Далее. Да пошли вы, я делаю то, что хочу. Далее. Я бы просто ударил его. Далее. Пьяный, психически больной. Далее. Наверное, это американский турист. Я видел как-то такое дерьмо после того, как выпил американец русской водки. Ха-ха-ха. Далее. Разве это не круто? Я хочу жить в России, посмотрев все эти видео. Ну и правильно, чувак. Ну а мы на сегодня заканчиваем. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до скорой встречи. Пока. Пока.